Сомнится, что китайцы действительно сумели выйти в открытый космос. Просто внимательные зрители пытаются доказать, что в Поднебесной приукрасили свои достижения. Настоящую трансляцию для пущей грандиозности добавили заранее снятые кадры. Примечательно, что первым Мобан разоблачил китаец. Цюи Чжэн живёт в США и работает экспертом в НАСА, в то время как весь Китай в едином порыве смотрел, как тайканав Джай Джиган машет рукой. Специалист НАСА не мог оторваться от подозрительных пузырьков. Вот они на кадрах первого в истории Китая выхода в открытый космос. Китайский ЦУП назвал это космической пылью, но, по мнению Джена, пузырьки — свидетельство того, что часть трансляции — не картинка из космоса, а рядовая тренировка в бассейне. Пузырьки просто забыли заретушировать. Я китаец, и всё, что происходит на родине, особенно в сфере моих исследований, приковывает моё внимание. После этой трансляции я даже не знаю, как смотреть в лицо своим коллегам. Удивил Джена и китайский флаг в открытом космосе. Уж слишком чётко он был виден, как будто его специально подсвечивали в студии. А в этой записи Джену показалось подозрительным изображение Земли. Вот, например, кадры выхода в космос астронавтов челнока «Эндевор». Из-за атмосферы наша планета окутана голубой дымкой. На кадрах же миссии «Шэньчжоу-7» у Земли идеально ровная кромка. Не очень достоверно, зато как удобно. Видеоизображение идеального качества можно было демонстрировать на огромных экранах по всей стране. Наша страна всё время сталкивается с большими трудностями. Но благодаря великому руководству мы ни разу не отступали. Посмотрите на экран. Вот прекрасный пример наших достижений. Выход в открытый космос. Миллионы людей могут услышать с орбиты прекрасные слова наших космонавтов. И ещё один факт, на который обратили внимание скептики. Известно, что шум называют скрытым убийцей тайкунафтов. На «Шэньчжоу-7» непрерывно работали несколько сотен приборов. Поэтому иногда китайцы даже друг с другом разговаривали с трудом. А вот звук на сеансе связи с Землёй было слышно идеально. Кроме того, картинка с орбиты ни разу не прерывалась. Помехами, на которые даже в НАСА махнули рукой. Такое изображение с орбиты действительно похоже на монтаж. Ну а при современном уровне развития технологий даже при помощи домашнего компьютера совершенно несложно отправить самого себя сначала в космос, ну и потом на околоземную орбиту. Правда, при этом, конечно же, не стоит забывать о голубой дымке вокруг Земли. Воду на мельницу скептиков льёт и государственное агентство «Синьхуа». «Шэньчжоу-7» ещё не взлетела, на сайте информационного агентства уже появилась статья в деталях, описывающая запуск. Руководство агентства удалось замять скандал, объяснив это технической ошибкой. Эта история кому-то напомнила многостандальную высадку американцев на Луну. Написано много томов, сняты десятки фильмов о том, что «Миссия Аполла» всего лишь грандиозная голливудская постановка. То крестик от видоискателей оказывается не впереди, а позади объекта, то тени от астронавтов нарушают все законы физики, то флаг развивается, словно в безвоздушном пространстве дует сильный ветер. Возможно, что теперь нас ждут разоблачения уже китайской космической программы. Дмитрий Малышев, Первый канал.